Около часа назад в Москву пролетел американский вице-президент Альберт Горд. Как нам стало известно, он не поедет в Шуйскую Чупу к отдыхающему там Борису Ельцину. Вместо личной встречи они завтра поговорят по телефону. Надо сказать, что погода в Карелии прямо благоприятствует лишь плодотворной работе президента с документами. Погоды стоят дождливые. Экскурсии на Кижи и Беломорканал пока под вопросом. Но если Ельцин в этом году не увидит легендарное творение тысяч заключенных, он, наверное, не увидит его никогда. Беломорканал вот-вот может прекратить свое существование. По венцу более 500 лет. При всех властях он был местом ссылки. Про него даже присказку сложили. По венец свету конец. А когда в 1933-м поселок стал исходным пунктом Беломорско-Балтийского канала, к присказке добавили. Построили канал, свет засиял. Путь к свету оказался рекордно коротким, всего год и восемь месяцев. И очень дешевым. Под личным руководством главы НКВД Генриха Ягоды Беломорканал рыли политзаключенные, уголовники и даже московские ленинградские проститутки. Сооружение получилось уникальным. От повенца по лестнице из девяти шлюзов суда поднимаются на 71 метр над Донежским озером, а потом еще по десяти спускаются к Белому морю. Сейчас канал практически единственное в повенце и поэтому престижное место работы. Раиса Васильевна трудится здесь уже 20 лет. На канале работают ее муж и старший сын. На жизнь не жалуется. Зарплата, особенно летом, по местным масштабам приличная и выплачивается регулярно. Бывает так задержки на неделю, на две, но пока нормально. Однако в последние годы поток грузов резко сократился. Судов, дожидающихся буксира на открытом рейде, мало. Раньше было очень много шлюзований. Действительно, не успевали даже перекусить. А сейчас мало ходит. Намного меньше. Нет прибыли, нет и денег на реконструкцию. В повенце боятся, что Министерство транспорта решит закрыть канал. Ведь даже если не будет навигации, плотины дамбы все равно надо поддерживать в исправном состоянии. Иначе повенец просто смоет. Один раз это уже было в 41-м. Правда, тогда поток воды остановил фашистское наступление. Анна Потагина, Карелия, Телевизионная служба новостей.